Кто должен стирать, кто должен убирать, кто должен готовить, кто для этого был рожден и кто обязан это делать в семье. Мы сегодня разберемся, мы сегодня точно ответим с вами на все эти вопросы, это первое. И второй момент, чем этот урок еще интересен, он интересен тем, что когда мы впервые начали его проводить, он вызвал такой, знаете, такой резкий какой-то резонанс, прямо вот, знаете, такой, нет, 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 почему? Потому что именно этот урок, он говорит как раз об изменении каждого из нас. И мы попробуем с вами сегодня в этом свете, в этом контексте попробуем разговаривать. Итак, сегодняшняя наша тема звучит на роли супругов в семье. А что если я скажу вам, друзья, о том, что роль это не плохо? Это не мукавство, это не фальшивка, это не игра, это не подделка, это нечто другое. Мы сегодня с вами попробуем разобраться, что же такое роль и какие роли супруга в семье правильны. Слово роль означает некий образ, который нужно исполнять человеку. Мы привыкли к пониманию роли как к некой части лицедейства, когда кто-то берет на себя несвойственную ему функцию. И мы с вами попробуем посмотреть роли или участие мужа и участие жены в семейных отношениях с точки зрения вот этого идеального правильного образа. Что же женщины ищут в мужчинах, а что мужчины ищут в женщинах? Итак, говоря о роли супруга в семье, мы здесь, в рамках этого проекта, понимаем роль как раз как возвращение к изначальному образу, созданному Богом для семьи. Дело в том, что семья была создана кем-то. И смотрите, в семье был идеальный, был создан изначально идеальный образ, каким должен быть мужчина. И был создан идеальный образ, какой должна быть женщина. Смотрите, в нашем обществе мы делаем так, мы говорим, я такой, она говорит, я такая, давай попробуем строить семью. И потом мы говорим, а почему у нас не получилось? Итак, у мужчины есть его роли, которые раскрывают полностью его функцию семью, приносят в нее полноту и радость. Точно так же у женщины есть ее определенные роли в семье, которые полностью раскрывают функции женщины в семье и приносят в эту семью радость. Итак, смотрите, у мужчины есть пять основных ролей. Что это за роли? Давайте разберем. Первое, это отец. Второе, глава семьи. Третье, это священник в семье. Четвертое, обеспечитель. И пятое, защитник. Мужчина должен смотреть в будущее. Он должен всегда смотреть в будущее. Он должен думать об этом. И он должен закладывать такой фундамент ценностей в своей семье, который в будущем позволит создать хорошую семью. Смотрите, мужчина, который соответствует этим ролям. Что должен делать мужчина? Мужчина каждый должен взять эти пять рублей, изучить их. Знаете, как сценарий, да? Выучить наизусть и репетировать до тех пор, пока жена не скажет ему, верю. Вы поняли? Верю. Вот она должна сказать, верю прямо. Верю, и ты молодец. Женщины, согласны с такими ролями? Нормально? Подходят вам? Да. Окей. Ну что ж, давайте теперь попробуем разобраться, какой же должна быть женщина, какие у нее роли. Она должна быть первая, помощником или соратником, своему мужу. Второе. Хозяйка дома. Третье. Создатель атмосферы в семье. Или хранитель атмосферы в семье. И четвертое. Она должна быть матерью. На одну роль меньше, видите? Вам проще. Меньше сценария очень. Хочется, чтобы была такая. Теперь смотрите, друзья. Давайте мы с вами подытожим, подведем небольшой итог. Скажите, пожалуйста, женщины, вам нравится пять пунктов в мужчинах? Да. Мужчины, вам нравится пять пунктов? Четыре пункта, а женщина? Круто. Теперь смотрите, вот пять и четыре, смотрите, вот так давайте сделаем. Оп. Идеальная семья. Вопрос, так почему семьи разводятся? Что нужно сделать? Теперь, когда вы узнали, вам придется измениться в этот образ. Это непросто. Если вы изменитесь, у вас получится классная семья. У вас есть шанс, что получится хорошая семья. Но для этого вам предстоит очень серьезно измениться. Каждому. Работая над собой. Работая над собой.